Влад А4 и Юля Годунова стали родителями, раскрываем подробности. Юля Гаврильевна оказалась на грани тюрьмы, что она сделала не так. У Ани Ищук началась депрессия, Маха Горячева объявила о расставании с мужем, а Ваня Дмитриенко и Макан уходят в бизнес. Состоялись долгожданные роды девушки Влада А4. Юля в последний раз появлялась в сети 5 мая и потом резко пропала. У подписчиков сразу появились подозрения, что наверняка дело подходит к тому моменту, как раз прошли 9 месяцев. И вот вчера под вечер молодая семья подтвердила, что у них родилась девочка. Назвали её, несмотря на все предположения, Оливия. Вес составил ровно 4 килограмма, а рост 55 сантиметров. Бумага уже вовсю примеряет на себя роль отца, и тут он не грустный, как многие пишут, а просто в своём обычном состоянии без утрированных эмоций. Вчера же состоялась выписка Мисс Годуновой с дочкой. Их на выходе ждали друзья с сюрпризом, но это она наверняка покажет в следующем влоге. А вот дома царила ещё большая красота. Влад с командой украсил все комнаты шариками, игрушками и цветами. Юле пока сложно выражать эмоции радости, так как у неё ещё идёт процесс восстановления. Но она безусловно счастлива и 100% в ближайшее время будет делиться своим состоянием чуть больше. Примерно такую же картину семьи с ребёнком ждали когда-то в будущем от, казалось бы, идеальной пары Махи Коричёвой и её мужа Коли. Ещё во времена Дрим Тима на любом шоу или интервью все знакомые друзья хвалили их как пример идиллии отношений. Да и они сами не сомневались, что будут разделять все радости и разочарования до самой смерти. Но жизнь, как мы знаем, непредсказуемая штука. Вчера Маша официально объявила, что они расстались спустя 6 лет совместной жизни. Точные причины, как мы уже привыкли, на публику не выносятся, но определённые намёки девушка дала. Она, по сути, не сказала ничего положительного в адрес Коли, а также добавила. Почему? А вы разве не знаете, как это бывает? Я не знала, но этот урок запомнила надолго. И конкретно эту формулировку почему-то восприняли как возможную измену. Но это чисто догадки подписчиков, произойти в реальности могло всё что угодно. Помните, я вам рассказывал о возможном пиар-ходе сериала «Постучись в мою дверь» в Москве? Тогда по пабликам «Исмени для спасения» рейтинга впустили утку, что якобы главные герои актёра Никита Волков и Лиана Гриба влюбились друг в друга в реальной жизни. Многие сразу распочухали враньё, так как у обоих коллег есть почти полноценные семьи, а у Никиты вообще ребёнок. Но продюсеров даже это не остановило. Опять же, в отдельных изданиях более чем уверен, что за деньги разместили инфоповод, что якобы жена Волкова на одной из тусовок в конце прошлого года подралась и получила травмы от Лианы, конфликт начался за её подкаты к мужу. Пишут даже, что есть заявление в полицию, но его копию почему-то не приложили, хотя такое всегда всплывает. В этот цирк ещё оперативно вплелась менеджер Грибы, которая заявила, что это фейки, никакой драки не было. Они даже писали ответные заявления, чтобы прояснить следователю всю суть инцидента. И самая главная странность, что всё это не всплыло сразу в декабре, когда случилось, хотя народу на вечеринке было много. А вспомнили об этом в день премьеры сериала на телеке. В общем, советую вам в этот бред не верить, что только сейчас не придумают для лишнего пиара. Ни для кого не секрет, что популярные артисты зарабатывают большие деньги. Например, тут вскрылась эксклюзивная информация ценника корпоратива группы «Три дня дождя». Если вы вдруг захотите послушать Глеба и его банду вживую, например, на дне рождения, то придётся выложить порядка пяти миллионов рублей. Это, кстати, ещё средний ценник по стране, но для обывателя точно высокий. Не меньше наверняка просит за такие мероприятия автор пацанских цитат Маккан. Но ему сейчас больше интересен бизнес и открытие дополнительных направлений для заработка. В понедельник Андрей неожиданно объявил, что открыл собственную доставку цветов, пока только по Москве. Прокомментировал события в своём стиле. «Я ещё не написал свою, но знаю, как сделать вашу историю любви неповторимой». Помните, иногда цветы говорят громче слов. Цены в цветочном исполнителе средние или чуть выше среднего по Москве. Поэтому покупатель, скорее всего, найдётся, но конкуренция в этой сфере большая. Всё может закрыться достаточно быстро. В бизнесмена в свои 18 лет решил поиграться и Ваня Дмитриенко, о чём он поведал в новом интервью. В этом плане на него сильное воздействие произвёл более опытный артист Сергей Жуков. У него у самого в крупных городах есть бары, которые ему помогали открывать профессионалы своего дела. Ваню он тоже с ними свёл, поэтому парень планирует открыть свой ресторан или бар, но идею пока держит в секрете. «Ну да, мы планируем открывать одно заведение, крутое. Присмотрим кого?» «Естественно, Серёжа Жукова». «Конечно!» «Это он меня свёл с людьми, которые в меня поверили. Он меня свёл с человеком, который помогал и помогает ему с его барами и поможет мне с моим заведением. Что это я тоже пока что не хочу раскрывать». Также Дмитриенко не афишировал, что обновил свой автопарк. Он продал все старые машины и на их место купил для каждодневных передвижений удобный китайский паркетник Ли-9. Ну и где-то в гараже для куражных выходных стоит BMW M5, которую он полить не стал, видимо, чтобы его не преследовали. В разговоре с журналистом Ваня ещё порадовал всех фанатов сериала «Плакса», который давно продлили на второй сезон. Его персонаж там снова появится и в новом формате с полноценной любовной линией. Скорее всего, это будут продолжения взаимодействия с героиней Ники Жуковой. Но подробностей для интриги раскрывать Дмитриенко пока не стал. «Плаксы продлили на второй сезон». «Продлили». «Ты ещё не видел сценарий?» «Сценарий я не видел, но я слышал моменты, которые там будут». «Ну, говорят, что там появится любовная линия». «Да, но в первом сезоне мы с Никой уже целовались». «Кто тебе сказал, что любовная линия должна быть обязательно у нас с Никой?» «Я без понятия, то есть как бы то, кто как сценарист напишет, сценарий, мы уже не знаем, в каком он будет настроении». «Наконец-то выяснилось, почему Демаса и Гаврилину со съёмок увезла полиция в отделение. Я лично ждал всё, что угодно, но не кражу велосипеда от Юли, когда та из-за пранка отца потеряла Тима и отправилась в панике его искать. Всё это по итогу чуть ли не дошло до реального заявления и последующего суда. Такой велик стоит тысяч двадцать, если не больше, и наказывается в лучшем случае штрафом, а в худшем – до двух лет лишения свободы». Для Юли можно, конечно, придумать кучу оправданий, но она действительно совершила ошибку – брать чужое никогда нельзя. Хорошо, хоть всё благополучно закончилось, и хозяйка транспорта пошла навстречу. Я вам лично на будущее советую даже не подбирать найденные кошельки с деньгами на улице, так как это тоже могут принять за кражу. Недавно на трассе в Москве мотоциклист выронил на трассе кошелёк, в котором находилось 400 тысяч рублей. Это как-то заметил водитель Газели, остановился и забрал находку себе, хотя стоило позвонить в полицию. В итоге возбудили дело о краже, теперь мужчину ищут по всему городу. И скорее всего найдут, ведь номера и личность известна. И за такую сумму его реально на пару месяцев или даже год посадят, хотя он мог поступить достойно и чужого не брать. В семье Ларионовых тем временем накопилась куча проблем. Если вы следите за их соцсетями, то наверняка слышали, что у Тео с рождения были проблемы с глазиком, нашли необычное воспаление. Врач прописал капли, которые, к сожалению, не помогли, поэтому пришлось прибегнуть к небольшой операции, на которой родителям даже нельзя было присутствовать, они только слышали плач сына. Все, внесли. Сказали, 3 минутки надо подождать. С Тимом только у меня разу не было, что тремновато. Ну да, стремновато. Она еще рассказала, что буду делать, побутусовывать аппарат и что-то делать, и потом через носовую эту промывать будут. Сделали анестезию вот здесь. Здесь не будет ничего чувствовать. У самой же Ани сейчас, судя по всему, началось что-то по типу послеродовой депрессии. Дима заметил, что у нее появилась апатия, постоянная грусть, она реже берется за работу и практически ничего не публикует. Чтобы вытащить жену из этого состояния, они вместе отправились в Сочи буквально на сутки. Арендовали там мечту Porsche 911 и будут просто кататься по городу и наслаждаться видами. Такая перезагрузка всем периодически нужна, надеюсь, что и Ане это поможет взбодриться. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале. Увидимся уже совсем скоро.